Кажется, филиал Центра эстетического воспитания превратился в большой концертный зал. В одном углу коридора расположились гитаристы, в другом распеваются исполнители. Никаких вечерних платьев и смокингов, футболка, джинсы, кепка. Для настоящего любителя туристических песен это более гармоничный наряд. А таких в филиале от Сева собралось больше ста человек. Требования ко всем участникам, независимо от походного опыта и возраста, душевность исполнения. Приветствуется аккомпанемент под гитару и душевное тепло, чтобы шло от участника. И, естественно, у нас не оцениваются в таком высокой степени вокальные данные участника. Главное, чтобы была душа и харизма. Пришли крутые холода, на стульту риски потухли. Сказать на спальнике дыра, нас не ласкает запах кухни. Картошка кончилась вчера, но макароны еще грамм 300, котле замерзла вся вода. Мы настоящие туристы. У гимназистов-энтузиастов разный походный опыт. Кто-то знает о туристской жизни понаслышке, а кто-то уже побывал в походах. К конкурсу представители 4-й гимназии готовились почти месяц. Своим выступлением остались довольны. Очень веселый конкурс. Все поют, все поют свои мысли о туризме, о путешествиях. Они рассказывают нам о том, как тяжело быть туристом или наоборот, как им быть легко и весело. Любители туристической песни на конкурсе выступают по возрастным категориям в двух номинациях. Одни исполняют песни под гитару, другие под минусовки. Лучше будут выбраны среди и тех, и других. Здесь мы оцениваем не вокальное мастерство, а именно авторскую работу, подачу. Возможно, отчасти инструментальное искусство, если это исполняется под собственный аккомпанемент. Да, как вы правильно сказали, это душа в чистом виде. Главная цель конкурса – рассказать молодежи, что кроме попсы, рэпа и рока, есть еще и такой музыкальный стиль, как бардовская песня. Пока это происходит в условиях помещения филиала, но организаторы робко надеются, что, возможно, пятый конкурс будет проведен, как это и положено, на природе у костра. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».